Всем привет друзья, с вами Андрей и сегодня в выпуске я вам расскажу про Virgin Galactic, для которой черная полоса сменилась на взлетную. Космическая обсерватория James Webb прошла финальный тест на развертывание главного зеркала. General Motors представила внедорожный вариант своего электрохаммера. Уже этим летом соберут прототип гибридного мотоцикла на суперконденсаторах. Эти и другие темы мы обсудим сегодня в нашем выпуске. Не забываем подписываться на канал, друзья. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! 22 мая ракета Spaceship 2 совершила первый полет в космос более чем за два года, завершив серию из четырех супербитальных полетов, которые Virgin Galactic планомерно проводила в течение последних нескольких месяцев. Аппарат, принадлежавший компании Ричарда Брэнсона, поднялся на высоту почти 90 километров, а затем аккуратно спустился обратно. Впервые люди отправились в космос с космодрома в штате Нью-Мексико. Пилотируемый аппарат Spaceship 2 под названием VSS Unity взлетел 22 мая с космодрома Америка под крылом самолета White Knight 2. Ракета отделилась через 52 минуты полета, включив примерно на 60 секунд свой гибридный двигатель. Затем VSS Unity поднялся на супербитальной траектории на высоту 89,2 километра. Посадка состоялась еще через 17 минут. Сегодняшний полет продемонстрировал внутреннюю элегантность и безопасность нашей системы и стал большим шагом вперед как для Virgin Galactic, так и для пилотируемой космонавтики в Нью-Мексико, сказал исполнительный директор компании. Сейчас же мы начнем обработку данных, полученных в коде этого успешного испытательного полета, и обязательно сообщим о планах на следующую миссию. Субботний полет стал очередным шагом компании к реализации программы космического туризма. Будущий полет уже забронировали примерно 600 человек. Цена прогулки по орбите около 250 тысяч баксов. VSS Unity вмещает 6 пассажиров и 2 пилотов. Всего в этом году компания планирует провести 4 запуска. В следующем помимо двух пилотов примут участие 4 сотрудника компании. А в третьем сам Ричард Брэнсон. Четвертый полет станет коммерческим и принесет 2 миллиона долларов. Джеймс Уэбб. Космическая инфракрасная обсерватория нового поколения и один из самых крупных долгостроев NASA подходит к финишной прямой. В ходе недавних испытаний команда специалистов в последний раз развернула главное зеркало аппарата, чтобы провести все необходимые проверки. Последние два года продолжается масштабная программа испытаний телескопа с проверками всех ключевых подсистем и компонентов. Ранее прошли испытания защитного экрана, главного зеркала телескопа и всей обсерватории, а также акустические и вибрационные тесты. В марте специалисты проверили функциональность всех электронных компонентов телескопа и научных инструментов. Многосекционное зеркало Уэбба имеет диаметр около 6,5 метров и площадь поверхности в 25 квадратных метров. Среди первых целей Джеймса Уэбба атмосферы экзопланет, протоскопления, околозвездные диски, квазары, транснептуновые объекты и кометы. General Motors проводит испытания нескольких прототипов GMC Hammer EV. Проверку проходит внедорожная версия первого электрического суперпикапа. Она будет приподнята над дорогой на 15 сантиметров больше, чем стандартная версия. А в режиме One Pedal Driving водителю не придется менять педали газа тормоза, преодолевая крутые склоны и прочее бездорожье. В компании придумали для этого режим одной педали, которая и газ, и тормоз. Когда General Motors перезапустила бренд Hammer в электроверсии, компания представила его как отличный автомобиль для езды по бездорожью, особенно в режиме Crab Walk, когда одновременно поворачиваются все четыре колеса. Впрочем, такая опция может быть полезна и при движении в плотном потоке, как показало опубликованное в апреле видео, в котором пикап поменял полосу на трассе в штате Юта. Теперь стало известно, что прототип Hammer EV делал на испытательном полигоне. Бесшумная революция продолжает, и пикап GMC Hammer EV проходит суровые испытания на бездорожье перед запуском серийного производства этой осенью, заявила компания, и предложила взглянуть на то, как Hammer преодолевает препятствия в пустыне рядом с городом Моаб. Разработчики уделили много внимания версии Terrain Mode. В нем будет возможность выбрать одну из двух конфигураций тормоза. В однопедальном режиме, созданном GM специально для электромобилей, можно ускоряться и сбрасывать скорость с помощью одной педали. В режиме Terrain эта функция приспособлена к езде по пересеченной местности и помогает водителю преодолевать крутые склоны и прочие трудные участки без постоянной смены педалей. Однопедальная езда дает ощущение контроля путем оптимизации рекуперативного торможения, фрикционного торможения и крутящего момента привода через педаль акселератора. Водители быстро оценят эти достоинства, как только попробуют их на бездорожье. Другая полезная функция для вездехода, доступная в версии Terrain, возможность при необходимости увеличить клиренс почти на 15 сантиметров. Hummer EV появится на рынке в начале 2023 года и сначала будет доступен в модификации по цене в 105 тысяч долларов. Версия, которая будет дешевле на 25 тысяч, выйдет на рынок в 2024 году. Когда французский производитель суперконденсаторов Nava представил концепт своего мотоцикла в 2019 году, он утверждал, что его гибридная батарея сможет существенно повысить мощность, а также запас хода городских байков. Теперь у нас появилась возможность убедиться, так ли это. Концептуальный мотоцикл был представлен на международной выставке электроники CES 2020 и поражал цифрами технических характеристик. Соединив литиевую батарею на 9 кВт-часов с суперконденсатором на 0,1 кВт-часов, байк получал запас хода в 300 километров и серьезную прибавку к мощности разгона. Такие возможности инженеры Nava объясняют комбинацией обычной литий-ионной батареи с суперконденсатором, который хотя и не может накапливать много энергии, но способен мгновенно отдавать и аккумулировать заряд. И теперь они объединились с командой специалистов, чтобы полностью собрать функциональный прототип. Компания HydroMio представила подводного робота с камерой и беспроводным управлением при помощи оптических сигналов. Беспроводная связь позволяет управлять роботом и получать с него видео на расстоянии до 50 метров. У робота плоский корпус с герметичной прозрачной капсулой посередине. В ней находится наклоняемая камера, оптический приемопередатчик, аккумулятор и остальная электроника. В боковых частях корпуса установлено 7 винтов, позволяющих роботу двигаться в любом направлении подобно мультикоптеру. Разработчики отмечают, что приемопередатчик позволяет передавать сигнал со скоростью до 10 мегабайт в секунду. Это позволяет в реальном времени транслировать с робота на пульт оператора видео в разрешении HD. Робот имеет длину 70 сантиметров и массу 7 килограмм. От одного заряда аккумулятора он работает от 6 до 8 часов. Цена и дата продаж пока неизвестна. Спасибо, что оставались с нами до конца этого видео. Не жалейте лайков для него. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Также подписывайтесь на наш тикток и другие полезные ресурсы. Все ссылки вы найдете в описании. Ну а я буду с вами прощаться. Желаю вам отличного летнего настроения. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok